Заинтересованное лицо это я. И тебя здесь не будет. Деньги получить не удалось у этой гражданки Камалитинов. Скандалы вместо успешного бизнеса. Спор между предпринимателями и председателем 19-го дома, что на Адаратского длится не первый год. До этого парикмахерская лишилась лестницы и окон. В пятницу новый удар. Шоки от этого всего увиденного. Если вы обратите внимание, здесь сначала не били стекла. По мнению предпринимателя, облить окна краской приказала председатель дома. Еще четыре владельца таких же нежилых помещений говорят, с помощью неких прочих нужд в счет фактурах председатель вымогает больше 10 тысяч рублей ежемесячно. Эти суммы у нас уже от 300 до 700 у кого-то они дошли. Имеется решение о том, что это незаконно. Законный платеж это, понимаете? Законный. А почему вот эти граждане говорят, что незаконные? Да вы понимаете, у нас все суды продажные. Председатели настаивают, земля под крыльцом для бизнесменов не бесплатная. Они арендуют ее у всех жильцов дома. Поэтому ЖСК инициировала судебные процессы. После них часть коммерсантов остались без лестниц. Еще весной у этой парикмахерской была такая же входная группа, как у соседнего магазина. Сначала снесли крылечко, потом весь тамбур. Предприниматели говорят, разница лишь в том, что одни готовы платить председателю, а другие нет. Лестница, которая здесь служит для доступа в мое помещение, я должен платить. Это получается ситуация, что здесь стоит Камалединовая и продает входной билет. Подпись самой Камалединовой, что она согласна, она принимает это нежилое помещение. Сейчас в суде идут споры, насколько необходимо было согласовать со всеми жильцами строительство крыльца в нежилые помещения. Но даже если права владельцев квартир были нарушены, юристы советуют все взвесить. Они сейчас снесут все переговорки, они имеют право убрать все усиления, которые они делают. И дальше что? Какие последствия для устойчивости здания будут? Ну, в эту сторону надо тоже смотреть. После Нового года мы поедем в Москву, привлечем. А если не получится, мы пригласим бульдозер, всю ответственность возьмем у себя, просто в один вечер все снесем бульдозером. Предприниматели тоже намерены действовать решительно и дальше планируют обращаться в прокуратуру России. Альбина Менебаева, Андерс Энтальцев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова